у меня здесь 14 14 часовая пересадка за 300 рублей поясни дорого а тут еще на тебе бесплатное блюдо сейчас все решится попробую включить обаяние на максимум всем привет из аэропорта духе у меня здесь 14 14 часовая пересадка на моем пути из пхукета в москву кстати когда мы летели на пхукет у нас было 24 часовая пересадка но она была не так страшно потому что у нас была возможность выйти в город а сейчас из-за того что здесь чемпионат мира по футболу в город выпускает только тех у кого есть паспорт болельщика сове пи лаунжами priority pass не работает российские понятное дело отели которые находятся на территории аэропорта люто дорогие а-ля 20-30 тысяч за ночь и почасовые вот эти капсулы они тоже честно говоря того не стоит задача выжить в аэропорту духе максимально выспаться наверно спросите меня в чем проблема пойти к своему гейту там разложиться и отдыхать так вот дело в том что везде около гейтов сидение с подлокотниками то есть при всем желании ты там не найдешь удобную позу чтобы расслабиться отдохнуть подремать и из-за этого поиск укромного тихого уголочка где будет удобно сидеть лежать спать превращается в квест как только выходишь из самолета попадаешь длинный длинный коридор по которому есть выход зоне трансфера чтобы перейти на следующий рейс либо к зоне выдачи багажа для тех кто выходит в город в общем здесь никто не содержится все бегут дальше но это единственное место в аэропорту где встретила не только вот эти сидения с подлокотниками неудобнейшие но и замечательное сидение без подлокотников где планирую и остаться посмотрим будет ли мне что-то за это ну и конечно же о своем сладком сне позаботилась заранее у меня теплая одежда с собой еще еще больше и самолете я взяла подушку и плед брала в открытую никто мне ничего не сказал видела много людей которые так делали планирую оставить все это в следующем самолете здесь такой сонный это я три с половиной числа прошли мега незаметно вокруг как видите прибавилось людей и да это были не пуховые перины но тем не менее уже я себя чувствую значительно лучше и так как душ находится в недосягаемости он здесь есть только в лаунж зонах я взяла с собой для того чтобы освежиться зубную щетку с пастой пудру для волос дезодорант капли для глаз крем для рук после бесхитростных процедур чувствовать себя великолепно можно идти дальше в гейты и хотела показать что раньше здесь по всей видимости в долговидные времена были фонтанчики питьевые но сейчас все перекрыто прощаюсь с местом своего ночного сна и идем на трансфер там security контроль и снимать нельзя сразу после контроля я решил убить трех зайцев во-первых перекусить я взяла с собой несколько снегов повторюсь зарядить телефон но тут меня ждал сюрприз в катере свой стандарт розеток и наш адаптер не подходит а вот эти юсби заряжают не очень но здесь нет нет да кое-где находишь и наши розетки в третьих мне очень хотелось посидеть в интернете на каждого пассажира здесь дается 4 часа бесплатного доступа какому-то супер скоростному мега современному интернету которому мне было очень трудно подключиться у меня страница не прогружалась на который была авторизация я забывала сеть перезагружала телефон чего я только не делала и сама не знаю каким чудом мне таки удалось подключиться к вай-фаю но он тоже со своей изюминкой казалось что-то я как-то вообще без удовольствия посидела в интернете потому что хоть и показывает что скорость 200 по факту telegram вообще не работает ватсапе еле-еле грузится медиа там приходится обновлять обновлять чтобы элементарное аудио отправилась звонки в телеграме не приходит в ватсапе через раз единственное что хорошо работает это инстаграм без vpn все как мы любим сейчас пойду искать где можно взять талон на питание дело в том что для тех пассажиров эконом-класса кто у кого пересадка в аэропорту больше 12 часов им положен талон на питание обладать от милого уча мне взяли посадочный талон там что-то посмотрел посмотрел и отдал мне его обратно со словами можете просто отдать свой талон в кафе и катарские авиалинии компенсирует вам 30 реал на мой вопрос этого вообще достаточно он так посмотрел такой на тебе надо будет доплатить игр нам понятно так что сейчас будем искать что где есть посмотрим здесь готовят пиццу и пасту кусок пиццы 33 риала картошка 3 15 риала маргарита 31 риала здесь у нас рамен суп с говядиной 65 риала салат 25 риал рис с курицей с курицей с курицей 54 риала это вот эти две корейская курочка с рисом 55 риал это вот красивая штука ягнёнок 97 риал Реал. И кроме огня, здесь, в принципе, вообще воды нет. То есть, если хотите пить, то пейте на богатом. Бургеры. Какой-то самый простой сырный бургер 41. Реал. Мне всё время хочется говорить бат, потому что я речу из... после месяца жизни в Таиланде, у меня теперь одни баты на уме. Напитки 15 реал. Лимонады всякие в 15. Итак, надежда на Коста кофе. Что здесь есть? Собственно, здесь есть кофе и всякие булки. Капучино, больше 26. Американо 21 риал. Круассан 23. Сырный круассан 23. Обычный масляный круассан 15. Тортики, тортики. Пискашковый тортик 27. Все тортики по 27. Кроме вот этого шоколадного за 30 риал. Вот, на свой ваучер можно купить кусок тортика. Вода. Вот появилась бюджетная вода за 8 риал. Парди-сюда на богатом центре Грина и Элиэн. То есть, основная часть еды, она по 50 риал. Это получается, что у нас в остатке остается 20 риал. Я посмотрела курс конвертации. 20 риал это опять долларов. На нынешний курс 300 рублей надо платить. Билеты, чтобы поесть. Но, в принципе, недорого. А здесь уже такой полноценный ресторан. Не формат фудкорта. Тоже есть кофе. Такой-то сговор. Капучино большой 25. И еда. Главные блюда. Какой-то роз. Не понимаю, вот это вообще не знаю слова. А, фалафель. Фалафель с чем-то. Вот с этим сабергином. 51 риал. Суп чечевичный. 29 риал. Фалафель. Фалафель. Любят они здесь такое. О, и уже мясо с грилем. Ягненок 79. Чизкейк. Манго и ванильный чизкейк. 34 риала. Ягненк. Котлеты с ягненка. 92 риала. Салат. Салат 47. 49 риала. Вот это вот водичка мне очень нравится. Тут на меня кто-то идет, качаюсь. Класс. Я быстренько. 42. Такая лепешка. Ее будут разогревать. Там все растает. Очень красиво. Все. Ухожу, ребята. Дальше там был Старбакс. Вот мне интересно, этот ваучер действует. Это в этом Grab and Fly. Просто это такое место. Большой супермаркет. Здесь уже большой капучино. 23. Кстати, хорошая костер-машина стоит. Если зерна хорошие, это тоже будет нормально. Сэндвич. 29. Курочка. 42. За спиной медведя. И справа от него молодец иду посмотрели. Сейчас посмотрим, что есть впереди. Но у меня ощущение, что цены плюс-минус везде одинаковые. Что так или иначе нужно будет что-то доплачивать. И на 30 риал тут поесть скорее всего нереально. Ух ты. Здесь прям еще больше всего. Настоящий фудкорт. Это вот впереди, когда лицо смотрит медведя. Азиатская кухня. Рамен. Ну да, все то же самое. 54 риала. Прям один в один эти блюда. Да, все мы это уже видели. Причем я не помню, сколько все стоило, когда мы уходили к ДОХу есть. Но было как-то достаточно недорого. Мы ели в торговом центре. Но тоже на фудкорте. Какую-то такую приятную местную еду. И по-моему, мы даже до 1000 уложились. Ну, конечно, это логично, что в аэропорту все дороже. Красавчик. Такой костюм модный. кожу, ну что-то даже. Одинокая лестница. А, все, да, это все то же самое. В общем, по факту это выбор особо невелик. Здесь заказываешь, тут платишь. я что-то не увидела в Starbucks. Не знаю. Промелькнул он где-то. Я не помню, где. Хочется его найти, посмотреть, что там. Здесь, конечно, совсем не обязательно сидеть на одном месте. Здесь ездить, погулять. Я проверила. Уже 3200 шагов нашагала за утро. И сейчас какое-то такое время затишье в аэропорту. Вообще ходит только стафф, сотрудники. Особо никого из людей нет. Хотя, когда я прилетала сюда, вот спустилась несколько часов назад, здесь было просто толпы ходили. Вообще очень много людей было. Сейчас стало поспокойнее. И как вообще непривычно. Столько людей со всего мира. Разные культуры. Удивительно. Вообще интересно наблюдать за всеми. Очень много красивых людей. И много языков слышишь. Я соскучилась по такому вайбу. Международному вайбу, что ли. Но и опять улица на богатом. вайбу. Ух ты, ух ты, ух ты. Это очень хороший ремонт. Я посовместительствующий парфюмерный маньяк. Мне это все очень нравится. Но эта серия у нас есть в ритуале, но не полностью. мне очень нравится. так хочу послушать здесь есть редкий редкий парфюм один. Мы выслушали, когда сюда ехали и думали именно, что если останутся деньги, то надо будет купить. Где-то вот он. Вот он. вот он, вот он, вот он. Вот эта серия у нас продается в Петербурге в Золотом Яблоке, а вот этого нет. И у них, конечно, потрясающие ноты. Мне очень нравится. Ага, рояль. нет, не он. Нет. А что это было? Что же это было? Вот оно. Ню парфюм покрепче, поинтереснее, здесь есть где разгуляться. Очень много интересных брендов. По ценам не подскажу. У нас вот, по крайней мере, вот этот Шапа, он стоит только же, сколько у нас золотом яблоке. Цены плюс-минус такие же, как у нас. Но пока такой низкий курс, очень выгодно это все брать, потому что потом будет уже накладнее. Все, нашла Старбекс, можно очки снимать. Вон он, красавчик. Там какой-то потрясающий вид. Здесь так на взлет на взлетную посадочную полосу особо не посмотришь, потому что ее можно видеть, только когда пройдешь еще этим дополнительным контрольным выходом к гейту, поэтому вот этот вид здесь редкость. Подойдем поближе, посмотрим. Класс. Такое все белое, песочного цвета, такой воздух. Вообще небо другое, оно хоть и голубое, но оно другое. Пустыня. По выпечке вообще. Пироги по 23, тортики смысле. Вот всякие такие 19 сериал. Слушайте, зашавли, конечно, чем в других местах. Получится круассан 10, 12. Я чувствую, сейчас буду здесь отрываться салат. А, вот, можно не лазать, не смотреть. Fresh 15. Вообще здесь это самые низкие цены из всего, что здесь есть. Браво! Ну, в общем-то, я чувствую, здесь состоит cold brew 21 реал. Супер. О, сор, кислое яблоко 25 реал было. Интересно, они принимают во учебную еду? А, чувствую, девушка тоже сам интересуется. подвох в том, что ваучеры они не принимают. Ой, ну, я не могу, не могу не соблазниться потом взять Викторию. Все, решено. Поведаю где-нибудь, а потом сюда завещу съесть эту Викторию. Красота. Я вернулась на этот фудкорт, где можно расплатиться ваучером, и, если честно, здесь все выглядит так себе, на всего так себе, меньше взлом, мне кажется, эта курочка. Пожалуй, да. Возьму салат Цезарь и воды. Если честно, я не думала, что за адапцион невиданной щедрости это было, потому что мой салат стоит 37 риал, я взяла воду за 8, и получается, что я должна была заплатить помимо лимита в 30 риал еще 15 риал сверху. Я пришла на кассу, и девушка мне говорит, слушайте, но у вас тут вода вообще-то, надо будет за нее доплатить. Я говорю, ну, давайте доплачу 8 риал за воду. она такая, ладно, знаете, как сделаем? И она берет, забирает мою бутылку воды на 5, и кладет мне бутылку воды на 33, вот такую. И говорит, все? я говорю, а я вам должна чего-то? Она говорит, нет, нет, ничего не должны, все, идите. В общем, на этот салат 137, но мне его простили, видим, каким-то образом, и воду дали бесплатный. Итого, у меня сегодня такой бесплатный бранч получается. Здорово, молодцы. А вообще, если честно, катарские авиалинии производят впечатление какой-то очень лояльной компании, потому что у меня был перевес багажа в 2 килограмма, вместо 24, у меня было 26 килограмма, я на стойке регистрации сделала вид, что я как бы этого не вижу, и сотрудник тоже сделала вид, что она этого не видит. Здесь у нас, значит, причем, эта же девушка на кассе, когда я к ней подходила до этого, спрашивала, вы понимаете этих фут-ваучер, она проверила мой посадочный тон, сказала, у вас тридцатка на этом ваучере, и по этому раз она мне тут за тридцать семь дарит блюдо и дает еще воду, чтобы я ее не оплачивала. Такие они, какие-то, да, очень лояльные, видимо, такое гостеприимство у них, не знаю, вообще не понимаю, и чтобы, просто у меня вообще в голове не укладывается, чтобы, например, у нас, в России, ты мог где-то в аэропорту недорого поесть, в целом-то, за 300 рублей поесть недорого, а тут еще на тебе бесплатное блюдо, я прям очень уделена. Я не знаю, насколько это все будет вкусно, потому что листьев салата прям очень много, соуса мало, и вот это вот все, я не понимаю, что. Ну, пахнет вкусно, ладно, будем пробовать. Салатом наемся. Сыр, конечно, очень соленый, ну, это так вкусно, ну, вот что значит, человек с аппетитом пришел. Курочка. Барбекю такое, вкус, не барбекю, лырель. Классно. Хороший выбор. Сейчас прогуливалась по аэропорту, увидела удивительную надпись. Здесь есть quiet room, тихая комната. А вот и она. Итак, это терминал С у нас. Наверное, во всех, во всех этих терминалах есть, а, это family quiet room, семейная комната. Здесь ширмы и стоят кресла, на которых можно принять маломальские горизонтальное положение. Также ковровое покрытие, поэтому некоторые люди, кому не хватило места, их здесь очень мало. Вот это вот единственное, которое было. Спят люди на полу. И большой минус, здесь в этой комнате намного холоднее, чем в общем коридоре. И последний вопрос, который хочется поднять, как вообще расплачиваться. У нас же нет возможности плачевать свои покупки картой. И мы поэтому пришли вот сюда в обмен валюты и посмотрим, какой здесь курс. Все пункты обмена валюты здесь, в Катаре, должны обменивать валюту по курсу центрального банка. Именно доллар и евро. Но в аэропорту обычно они берут комиссию за операции в отличие от тех же обменных пунктов в городе. Так, какой сегодня курс? Они покупают доллар. За один доллар дают 3,64. Реала за евро 3,33. Вот что касается рублей, их здесь в списке нет. Но я в прошлый раз смотрела, спрашивала специально отдельно. Тут самый невыгодный курс. То есть, рубли сейчас не котируются нигде. Они никому нигде не нужны. Поэтому есть смысл приезжать только с долларами. А у меня из прошлой поездки, когда мы летели сюда, остались реалы. Мы меняли, выезжали в город. И сумма порядка 200 реал. Поэтому сейчас хочу посмотреть. Может быть, что-нибудь куплю. А если нет, то поменяю здесь на доллары обратно. Всякие конфеты, шоколадки, алкоголь, мне неинтересные. Но вот хочется зайти сюда. Аптеки я очень люблю. Тем более, здесь аптека с уходом, с уходовой косметикой. Не только лекарства. Вообще, Катар, он супер мультибрендовый. Все бренды, которые есть в мире, они есть у них в торговых центрах. И, конечно же, например, французская косметика, французские бренды не исключение. У меня прямо ощущение, как будто бы я попала во французскую аптеку. Интересно, что с ценами. Кадали, крем очень небольшой, 218 риал. Как раз столько у меня есть. Но мне косметика такая не нужна. Хочется найти что-нибудь поинтереснее. Я бы хотела найти бренд Nuxe французский. Пока не вижу. Hello. Do you have Nuxe? Бренд? Французский бренд? Ага. Окей, thank you. Здесь Nuxe нет. Так, и тут у нас лекарства, которые отдаются без рецепта. Против боли, от аллергии, от простуды. Интересно, наверное, цены будет посмотреть. От ревин, от насморка. Здесь стоит непонятно сколько. фу, не знаю, что это такое. Какие-то 8.0, но это явно не цены. Либо, да, 45 риал, вот это вот 12 риал. Вообще недорого, мне кажется. А, или я не понимаю курс сейчас. Я уже потеряла со всех этих курсов. Не понимаю. Панадол 10 риал. Аспирин. Не дай бог, конечно, кому-то это все пригодится, но просто 9. О, по-русски что-то говорят. все четыре. Поменяли выход. Странно даже, что сказали об этом. Так, вот это уже поинтереснее местечко. Тоже сейчас буду показывать цены, ассортимент. Только не приставайте ко мне господа консультанты, но пока здесь количество консультантов, конечно, зашкаливает. Но они особо не любят камеру, поэтому ко мне обычно не подходят либо подходят самые смелые. Косметика MAC. MAC. 135 риал. Так. Пудра. Это мне, честно говоря, не сильно нужно. Я люблю всякие, когда бренды выпускают свои travel-версии именно для duty-free, всяких таких палеток. Это очень интересно. У меня так есть одна Estée Lauder палетка, которой я в восторге спустя даже много лет после ее покупки. Тени, тени, тени. так надо очень аккуратно ходить с моей телегой. как красиво, потрясающе. Так, что здесь по ла-мер 1135. Я понятия не имею, сколько это в рублях. На самом деле, когда переводишь цены, надо переводить не по биржевому курсу, а по тому курсу, на который вы купили доллары. Потому что биржевой курс, который, когда вводишь в Google, спрашиваешь, сколько это в рублях, бывает в два раза меньше, чем фактически ты реально можешь купить. Поэтому здесь сложная математика. Чувствую, мне с вами 200 реалами тут делать нечего. Может быть, и Clorans что-то будет. Кто-то любит такую штучку. О, Еще бы понимать, сколько это в рублях. Вот это я люблю. вот этот сет 360. что в нем? О. Блин, все надо считать. Сколько стоит большой одеколон джамолон неизвестно. И небольшой тоже, наверное, неизвестно. джамолон нет. Извините, я бы хотел проверить цены для парфюма. Для который? Для тонка? Моритон, большой размер, 100 мл, это $198.00, а маленький размер, 50 мл, это $715.00, а маленький размер, $505.00. Ага, спасибо. $700.00 с чем-то за большой и $500.00 за маленький. Реал. У них тоже не будет против, если я подышусь. Ладно, будет и бердональдс. Буду благоухать так. О, ритуал есть. Но вообще, вот в Испании, когда я была, ритуал, это была прямо какая-то бюджетная марка. Она, конечно, выглядит симпатично, но стоила она относительно всего остального недорого. Но здесь, я думаю, опять же, все будет по-другому. Так, $50.00. Все, я посчитала. Мои 2 сериала, это около $50.00. То есть, $3000.00. И тут особо ничего не купишь. То, что мне нравится, стоит дороже. Я хочу показать, как здесь красиво. Смотрите. Это коммер Гуччи. Очень красиво все оформлено. А Dolce & Gabbana здесь. Хочется скупить все. Соблазнов моря. Ох ты. Николая такого не видела. Просто здесь эти флаконы, это произведение искусства. Такие твердые, тяжелые. Такие твердые, тяжелые. Ну, с Dolce & Gabbana то же самое. Уыщенства нет. Увидимся для уда generous. Удачи. Удачи. Удачи-брая или гораздо яркая. Удачи-брая. Удачи, 200.IES-брашки. Зайцевали. Удачи-брасно? Да. Удачи-брасно и 135. Это 200 плюс 225 Хорошо, так я возьму Этот Этот Мы можем проверить Вы тоже говорите по-русски? А вы откуда? Из Петербурга Я из Петербурга Из Петербурга У меня немножко реал осталось Хочу их себе потратить И мы подходим в метро И там сидят мальчики и говорят Ну что, ребята, где нам билет купить? Мы такие, метро только через 4 часа откроется В 2 часа дня Мы такие Да И это так смешно было Большой город, столица И метро в 2 часа дня Мы такие, ну ладно, поедем на такси А можете мне что-нибудь Какие-нибудь гостинцы Ну все, я счастлива Потратила реалы свои Осталось у меня там буквально 5 реалов А вот Москва Инфо Сейчас 50 будет инфо А сейчас у нас час 37 Ну я пойду к С4 О, вот что я еще не показала Это детские площадки Выглядят весьма для нашего российского этого безобразия цветного Экзотично Экзотично Не знаю как по функционалу Но дети вот в восторге, пожалуйста Классно И здесь много площадок То есть будет где деткам побегать Энергию выбросить Они, конечно, очень любят подчеркивать Что они такие Five Star Airport Что у них пятизвездочный аэропорт Но Честно говоря, вот Сеульский аэропорт я полюбила больше Потому что там для всех Абсолютно для всех Не только для пользователей лаунжа Был оснащен душ Это было классно В общем-то уже сколько у нас осталось Два часа Все равно устаешь Несмотря на то, что Отдохнула Поспала Погуляла Посидела О, вот это Поезд идет между разными терминалами В смысле К разным гейтам Их настолько много, что Нужны поезда, чтобы к ним идти Все равно устаешь, конечно Так или иначе Это дорога Список магазинов Пожалуйста Зары нет Еще здесь загадка для меня Есть везде локеры Ящички Для Хранения Багажа И я так и не поняла, как Ими пользуются Потому что они везде говорят Вроде бы Что они свободные Но Факту их По-моему, даже не открыть Неа, никак Но идея хорошая, мне кажется Также Я видела, есть комната для курения В достаточном количестве Курилки В этом аэропорту Очень интересная система В общем коридоре Около гейта можно сидеть Здесь заряжать телефон А потом открывается Именно вот уже предполетный гейт Где будешь ждать Сейчас его открыли За полтора часа До вылета Уже люди Стоят в очереди Но я туда не тороплю Ну давайте попытаемся Сейчас счастье Узнаем на стойке информации Если Соборные места Около окна Сейчас все решится Попробую включить обаяние На максимум Да Да-да-да-да-да Я четыре раза За весь полет Пробовала поменять места Ну-ка Какой ряд? Одиннадцать-ка Место двадцать четыре С Ю-ху Как я рада Ну что, я нахожусь уже в холле Где посадка Буду прощаться Надеюсь, что Это видео Стало для вас полезным Что вы Что-то для себя узнали Увидели Подписывайтесь на мой канал Будет еще больше Интересных видео Ставьте лайки И жду комментариев Пока! Сju-ху Сю-ху Всем 머무